всем большой привет уважаемые гости и зрители моего канала сегодня я хочу начать показывать вам что-то вроде как я буду вязать свою очередную вещь это не моя какая-то авторская разработка если честно я уже очень много кто вязал я просто хочу создать видео в котором я сначала покажу просто как я делаю расчеты и потом коротко объясню как я что буду вязать а в общем это никакой не мастер-класс потому что в данной области я вообще себя не считаю мастером вещь будут вязаться регланом сверху а его я научилась вязать не так давно вот я сама училась когда-то по видео которое мне очень тогда пригодилось это видео марины ягода маринка мастерская вязание ссылочку я оставлю снизу вот я хочу снять такое видео в котором просто покажу этапы создания какой-то своей вещи такую вещь я уже сказала что много кто вязал и я вставлю фотографию который с интернета просто возьму фотографию ставлю то есть основа берется именно с этой фотографии вот я думаю что каждый уже кто увлекается вязание видел не раз данное изделие если в поиске ввести просто там жакет или кофта как у бородиной да то в принципе вы поймете о чем я говорю сейчас то есть это просто жакет или кардиган до который вяжется просто платочной вязкой по моему в основном все его вяжут регланом сверху и я его также буду вязать регланом сверху и так кому интересно видео такого плана оставайтесь пожалуйста а если вас не интересует то конечно зачем терять а время на то что вам будет не особо интересно итак первое из чего я буду вязать я еще в покупках показывала вот такие вот ниточки это alize lana gold 800 у меня вот таких два цвета я планирую вязать градиентом то есть начинать я буду сверху вот таким вот цветом и потом постепенно переходите вот на этот цвет то есть это будет вверх это будет низ а у меня по 5 моточков то есть в общей сложности это килограмм ну на всякий случай скажу что lana gold 800 да здесь получается у нас 100 метрах 800 100 граммах 800 метров и это у нас полушерсть так 50 по 1 процент акрила 49 процентов шерсти так вот этот цвет это у нас триста восемьдесят шестой и вот этот цвет у нас пятьсот девяностый такого темно темно синий вот это такая бирюза да как бы вот в общем из таких ниточек я буду вязать я думаю что килограмма мне хватит а в принципе я буду смотреть уже потом по длине что мне будет получаться так как я буду вязать градиентом я буду вязать в три ниточки именно поэтому и была куплена такая тонкая нитка чтобы связать градиентом до в три нитки то есть от трех моточков я буду брать а когда я вижу с ней от 1 до нескольких моточков то ниточку и стараюсь вытаскивать из центра для того чтобы кубки у меня не болтались просто так по всей комнате потом да не ловить их единственное что в данной нитке когда я вязала образцы и образец я вязала вот из такой вот такой цвет я показывала когда-то и делала обзор да на эту пряжу у меня был моточек вот такой из этой ниточки из центра вытаскивать проблема в том что вытаскивается целый пучок который нужно потом размотать но в принципе когда его разберешься все нормально получится то как бы в дальнейшем вязание не доставляет проблем так что вот так вот и сейчас я сделаю ракурс поближе и покажу вам как я рассчитываю петли для своего конкретного изделия итак ну я еще раз покажу значит для начала я вырезала образец вот такой вот так сразу скажу что я вязала несколько образцов и для того чтобы поделиться с теми спицами которых я буду все-таки вязать вот этот образец связан на спицах номер четыре так я не сказала производитель рекомендует вообще для данной ниточки 24 спицы но я вижу еще в три сложения и все-таки спицы номер четыре мне понравились больше всего и так если вы посмотрите здесь идет платочная вязка и вот здесь не зря у меня идет айкорд полый шнур потому что полочки я хочу обработать именно таким способом значит полочки мне будут обрабатываться и кордом и так значит я связала образец замерила у меня получилось что в одном сантиметре у меня находится 2 2 петли так ближе еще в одном сантиметре у меня две петли а вот по высоте у меня получилось что в одном сантиметре у меня аж почти так 1 сантиметр у меня равняется 3 и 8 ряда ну или приблизительно это будет 4 ряда так значит теперь нам нужно посчитать сколько петель нужно набрать так как я буду вязать кофту которая будет застегиваться да не одеваться через голову то в данном случае я взяла обхват горла естественно если бы это была кофта которая как свитер надевается через голову то здесь нужно брать обхват головы чтобы она все таки и одевалась да и так значит получается как это написать обхват горла да в общем у меня получился 40 сантиметров значит 40 сантиметров умножаем на две петли и это получается 80 петель и всего мне нужно по идее набрать 80 петель для того чтобы вязать по кругу но у меня всего-навсего будет еще и планка поэтому так ну я сейчас сначала нарисую так значит я делаю следующим образом сначала посчитаем так 80 петель да вот здесь у нас будут как обычно это у нас спинка это у нас перед рукав и еще один рукав так дальше но стандартным способом нам и 80 а я пишу 30 80 делим на 3 ну естественно ровно у нас не делится у меня получилось а так значит у меня получилось 27 плюс 27 плюс 26 что это означает значит 27 петель у нас пойдет на спинку на перед у нас пойдет 27 петель и чтобы определить сколько петель ма у нас так тут у меня уже съехал да сколько петель будет у нас на рукавах нам нужно 26 поделить на 2 и того будет 13 то есть вот мы 80 поделили да у нас получилось 27 27 26 мы 27 отправляем на спинку 27 на перед а вот эти 26 еще делим пополам у нас получается 13 на 1 рукав 13 на 2 рукав теперь я вот здесь нарисовала линии реглана но я им не отвела петли потому что я петельки для линии реглана буду отнимать от рукава и так значит что получается нам нужно вот здесь две линии реглана у нас по две петли будет на каждой линии реглана значит 2 2 естественно я эти две петельки времени 24 буду отнимать с рукава значит 13 отнимем 4 это будет 9 9 петелек у нас остается на рукав и здесь будет аналогично значит 2 петли 2 петли 13 минус 4 равно 9 а в принципе если бы мы вязали просто по кругу то тогда на этом расчета можно было закончить но я вязать буду прямыми обрядными рядами причем еще раз ток я чуть ли не забыла так и а и впереди у меня будет планка поэтому я делаю следующим образом эти двадцать семь петель я для начала разделю значит вот здесь у меня так вот тут я как-то так вот здесь у меня впереди будет планка на планку я отведу 7 петелек значит получается 27 семьи отвожу на планку вот здесь у нас остается на одну полочку 10 на другую полочку 10 петель так теперь планка должна идти внахлёст следовательно дополнительно для того чтобы у нас шел нахлёст планочки вот этой да я должна добрать еще семь петелек до чтобы у нас получалось то есть мы когда вяжем у нас должно быть вот так вот да друг на друга находит и поэтому нам нужно набрать лишние семь петель и для того чтобы здесь у нас они друг на друга накладывались так и я тут думала думала и решила что так как я вижу айкордом если честно я решила добавить еще по две петельки лишних на планочки для того чтобы но будет внахлёст больше идти ничего страшного здесь я не вижу поэтому получается в общей сложности вот здесь 9 петель и вот здесь девять петель и того получится что нам нужно будет набрать в общей сложности нам же теперь нужно посчитать вот здесь сколько нужно набрать так значит получается вот эта семерка это входит вот в эти 27 петель значит дополнительно мы набираем 7 петель 2 и 2 это получается всего 11 петелек и и получится что в итоге нам нужно будет набрать всего 91 петельку вот значит мы набираем 91 петельку вяжем стоечку небольшую я буду вязать и теперь еще у нас я хочу провязать росток значит я когда задумалась я решила что росток я буду вязать 3 сантиметра и здесь получается раз я росток буду вязать 3 сантиметра мне нужно знать сколько это будет примерно рядов естественно 3 умножаю на 4 вот здесь мы выше писали что 1 сантиметр примерно 4 ряда и это получается 12 рядов 12 рядов ростка у меня будет следовательно мне теперь нужно сделать таким образом чтобы после вывязывания ростка у меня количество петель на спинке количество петель на переде то есть было практически одинаково но не учитывая вот это вот то что здесь мы добавили значит вот это вот сумма 10 10 и вот 7 да то есть вот это 27 вот это 27 сейчас у нас одинаково после провязанного провязывания ростка вот это не должно измениться то есть количество должно будет быть одинаковым значит что будет сравнять это количество нам нужно 12 поделить на 2 так как мы будем добавлять через ряд это будет равняться 6 значит теперь нам нужно от спинки отнять 6 петелек в принципе если вы посмотрите ссылочку видео ссылочку на которое я оставлю внизу там а марина очень хорошо все это объясняет вот я научилась скажем так этому у нее поэтому так значит 6 петелек здесь мы отнимаем получается 21 петелька у нас будет на спинке и теперь эти 6 петелек нам нужно прибавить к переду я их прибавлю именно к планкам вот этим то есть 6 петелек я на эту планочку прибавлю 3 у меня будет 13 петель и к этой планочке прибавлю 3 у меня будет 13 петель и того у меня получается распределение петелек следующим образом значит я наберу 91 петлю провяжу планочку я планирую рядов где-то 10-12 провязать планку не забываем провязывать при этом нужно будет еще полы шнур вот здесь по краешку но об этом я потом уже скажу как я буду вязать начну я с того что наберу 91 петлю провяжу планочку провяжу стоечку не знаю сколько я потом конкретно скажу если что кому будет интересно значит дальше я буду делить петли когда я буду делить следующим образом вот здесь у меня получается так ну вот здесь нахлёст идет то есть где-то вот тут у меня начало ряда значит я сделаю следующим образом так я наверное сейчас здесь я же вяжу прямыми и обрядными рядами то есть у меня распределяться будет в принципе по прямой да вот здесь у меня вот это планка полочка рукав спинка еще один рукав так так дальше после рукава у нас идет полочка и планка дайка я напишу значит вот здесь у нас идет две петли реглана две петли реглана вот здесь две петли реглана и вот здесь две петли реглана теперь когда я буду распределять я буду распределять следующим образом Значит, планка у меня идет, так, чтобы видно было, планку я буду делать 9 петель, дальше у меня получается 13 петель полочка, рукав 9 петель, спинка 21 петля, опять рукав 9 петель, полочка 13 петель, и планка последняя 9 петель, вот таким образом я в конечном итоге распределю свои петельки и дальше уже буду вязать росток, 12 рядов ростка, так, теперь что касается ростка, каким образом я буду ввязывать петлю рукава, то есть прямыми обратными рядами, да, я буду вязать росток, вот здесь на рукаве у меня 9 петелек, значит, я буду, так, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, извиняюсь, что коряло все, ну, как-то этот, значит, получается, я буду прямыми и обратными рядами вязать, и я буду захватывать, значит, один раз я захвачу две петельки, потом я захвачу еще две петельки, и потом я буду захватывать уже по одной петле, и того будет раз, два, три, четыре, пять, шесть раз, как раз вот шесть раз мы будем добавлять, 12 рядов, это шесть раз туда и обратно, да, мы будем провязывать, и у нас останется одна петля, вот тут вот одна петля, здесь также будет две петли, две петли, и потом по одной вот так петельке, и в итоге у нас будет оставаться одна петля перед регланом, которую не будет входить в сам росток, значит, вот как-то так вот я распределила петельки, я же скажу, что я ни в коем случае не претендую ни на какой мастер-класс, или на авторское изделие, я вяжу просто какое-то изделие, и хочу просто поделиться с вами процессом, историей, так сказать, создания своего изделия, вот, опять же, повторяю, кому интересно, добро пожаловать к просмотру, итак, я пойду вязать, набирать свои девяносто одну петлю и вязать сначала просто стоечку, ну, в общем, я сейчас могу разговаривать достаточно долго, не буду на этом зацикливаться, то видео и так достаточно длинное будет, надеюсь, кому-то даже полезно, возможно, кажется, данное видео. Субтитры сделал DimaTorzok